Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Самая кровопролитная, самая тяжелая война, которая была в истории человечества. Свечи, цветы и оружейный залп в памяти героев. В Анапе отметили 77-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. Получается, что вывоз мусора осуществляется за счет ресурсов администрации города-курорта Анапа. Нечистый бизнес. Кто должен убирать мусор за предпринимателями? Те, кто не хочет оплачивать услугу, будут платить штрафы. Где-то кто-то у себя на превышательном участке увидит механическое уничтожение этих яйцекладок. Найти и обезвредить. В Анапе объявлена война карантинному вредителю. Коричнево-мраморный клоп покушается на урожай. День памяти и скорби. Сегодня в России отмечают 77-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. В Анапе памятные мероприятия стартовали накануне. Вчера вечером в Мостелле, город воинской славы, прошла акция «Свеча памяти». А сегодня в 10 часов Анапа присоединилась ко всекубанской минуте молчания. У мемориала, павшим в боях за родину, собрались сотни неравнодушных анапчан и гостей города. Студенты, школьники, ветераны, представители администрации, депутатского корпуса и общественных организаций возложили к братской могиле цветы. Глава города Юрий Поляков поблагодарил ветеранов и обратился к нынешним поколениям свято чтить память героических предков. 22 июня 1941 года в 4 часа утра фашистская авиация одновременно атаковала 66 стратегически важных объектов. От Финского залива до Черного моря тысячи немецких орудий открыли огонь по пограничным заставам. В армию СССР призвали сразу 14 возрастов, чтобы отразить силы противника. Уважаемые жители Анапы, уважаемые ветераны, сегодня трагический день для нашей страны, сегодня день памяти и скорби. 77 лет назад немецко-фашистские войска напали на Советский Союз. Это самая кровопролитная, самая тяжелая война, которая была в истории человечества. Мы помним героев тыла, мы скорбим по тем, кто не вернулся с полей боя и умерли от холода и голода. Сегодня, в этот день памяти и скорби, я хочу пожелать всем мирного неба, счастья, здоровья. И главное, чтобы мы всегда помнили, какой ценой и кто заевал эту победу. 2018 год особенный для Краснодарского края. 75 лет полного и окончательного освобождения Кубани от гитлеровских оккупантов и завершения битвы за Кавказ. Анапские студенты пришли на митинг с портретами своих родственников, воевавших в годы войны. Как и для всей нашей великой державы, этот день для меня значит очень много. И не только потому, что моя прабабушка воевала в это время. Конечно, безусловно, это так, но мне кажется, что каждый из нас должен отдать дань памяти людям, которые просто положили головы за наши жизни. Шли выпускные балы. В Ленинграде белые ночи превратились в черные дни голода, холода и смерти. Мы должны помнить, что основная тяжесть легла на плечи советского народа. И я хочу, чтобы наша молодежь это помнила. Ровно в 10 часов вся Кубань застыла в минуте молчания. К мемориалу, павшим в боях за родину, анапчане возложили в святые венки. В этой братской могиле захоронены около 400 человек. Всего же на фронтах Великой Отечественной пали более 5000 анапчан. В их честь прозвучал тройной орудийный залп. Ольга Родина, Ксения Сепко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. К курортному сбору быть. Уже 16 июля все туристы, находящиеся на территории Анапы, должны будут оплачивать ежедневное пребывание. Курортный сбор установлен в целях сохранения и развития инфраструктуры, а также улучшения качества услуг и отдыха. 2018 год станет экспериментальным и покажет состоятельность и эффективность программы. Детали и механизмы взимания сбора сегодня обсуждали в администрации города. В совещании приняли участие краевые специалисты. 10 рублей в сутки. Такой размер курортного сбора установлен на территории Краснодарского края. В Анапе программа начнет действовать уже 16 июля. По словам представителей Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия, все деньги, полученные в ходе сбора, останутся в муниципалитете и будут направлены на благоустройство и развитие инфраструктуры. Курортный сбор по себе сам представляет плату за пользование курортной инфраструктуры. То есть эти деньги вы не берете себе, вы не отдаете нам, они идут исключительно на развитие курортной инфраструктуры. Сейчас Анапа находится на первом этапе введения программы – формирования реестров операторов. В каждой гостинице и санатории будет назначен сотрудник для ведения учета иногородних гостей. Бояться, что личные данные попадут в чужие руки, не стоит. Оператор обеспечит полную безопасность и конфиденциальность при работе с документами. Работники санаторно-курортной отрасли задали вопросы краевым специалистам. Но в этом случае, как пояснила Елена Пестунова, нужно будет предъявить документы, подтверждающие собственность. Также от курортного сбора будут освобождены инвалиды, ветераны, студенты-очники, несовершеннолетние дети и все жители Кубани. Пока что система взимания курортного сбора экспериментальная. Всю сумму рекомендуется оплатить сразу после заселения в гостиницу. И если отдыхающий покинет курорт раньше запланированного срока, ему обязательно сделают перерасчет. Залечь на дно и отказаться от уплаты не получится. Недобросовестному туристу будет грозить штраф от 500 до 2000 рублей. Коммунальщики взывают к совести предпринимателей, которые не заключают договоры на вывоз твердых бытовых отходов. С наступлением курортного сезона проблема становится особенно острой. Переполненные мусорные контейнеры и стихийные свалки появляются как раз из-за таких нерадивых собственников. Однако каждому из них заплатить по счетам все же придется. Если не оплатой за услугу, то штрафом. Специальная комиссия регулярно выявляет нарушителей. Вареная кукуруза, арбузы на земле и отсутствие какой-либо разрешительной документации. В этом ролете больше десятка нарушений правил торговли. В том числе и отсутствие документов на вывоз мусора. Эта проблема носит массовый характер. Нарушают как мелкие сезонные предприниматели, так и владельцы крупных магазинов. В этом специалисты управления торговли уже второй раз на предыдущее предписание собственник не отреагировал. Документов по вывозу мусора на стенде с информацией так и не появилось. На собственника составили административный протокол. Ему придется заплатить штраф. Получается, что вывоз мусора осуществляется за счет ресурсов администрации города-курорта Анапы, нашего муниципального образования. Наша задача – обвязать их, заключать договора с нашими компаниями, которые занимаются именно вывозом отходов. И тем самым мы сделаем наш город более чище, аккуратнее. Как правило, мусор со своих торговых точек нерадивые предприниматели относят в соседние контейнеры или складируют на обочинах дорог. Так и появляются стихийные свалки. По факту, утилизация их мусора производится за счет налогоплательщиков. Такая позиция администрацию не устраивает. С нарушителями разговор короткий. Протокол, административная комиссия и штраф. Заключив же договор на вывоз мусора, можно сберечь и деньги, и нервы. Мы приглашаем предпринимателей всего нашего города, осуществляющих торговую деятельность на территории города-курорта, заключить договор на вывоз твердых бытовых отходов от магазинов, от торговых точек. Эта процедура не займет у вас много времени, это буквально 20-30 минут. Только за один день было выписано более 10 протоколов. Подобные рейдовые мероприятия специалисты управления торговли будут проводить еженедельно. Руслан Душевский, Анапа. Регион. Спасти будущий урожай. На Кубани начался сезон размножения коричнево-мраморного клопа. Малклоп донесет серьезную угрозу сельскому хозяйству. Карантинный вредитель губит плодовые, овощные и зерновые культуры. Чтобы этого не допустить, специалисты советуют вовремя принять меры по уничтожению опасного насекомого. Самка клопа весьма плодовита. За один раз может отложить до 300 яиц. Вредитель был завезен из Америки, поэтому у него нет естественных врагов нашей местности. Бороться с ним приходится только людям, причем лучше механически и как можно быстрее. Если сейчас мы не обработаем, это в геометрической прогрессии, это большое будет увеличение. Чистость вот этого коричнево-мраморного клопа. Сейчас что нужно делать? Конечно, сейчас это трудно связано с тем, что идет созревание плодов, овощей, ягод. Поэтому там, конечно, химически работать нельзя. Вот есть санитарные нормы, ограничения есть. Поэтому механически, где-то кто-то у себя на приусадебном участке увидит механическое уничтожение этих яйцекладок и личинок нового поколения. Химическую обработку можно будет провести только после сбора урожая. Пока же всем аграриям и владельцам приусадебных участков специалисты советуют исследовать растения и деревья. Клопы окутывают листву, на коре деревьев появляются обширные некрозы. На курорте ситуация пока спокойная, однако важно вовремя забить тревогу и не допустить гибели урожая. По всем вопросам, связанным с карантинным вредителем, можно обратиться в Анапский отдел Россельхозцентра по телефону 45217. В Анапе продолжают освобождать муниципальные территории от незаконных рекламных конструкций, а также приводить в первоначальный вид клумбы и газоны, захваченные предпринимателями. За порядком следит муниципальный контроль и центр развития оказания курортных услуг. Улица Таманская. Раньше на этом месте была большая красивая клумба. Собственник дома открыл в своих помещениях большой продуктовый магазин. И чтобы решить вопрос с подъездными путями к объекту, без всякого разрешения уничтожил зеленую зону. На месте зеленых насаждений возникла автомобильная парковка. По факту захвата муниципальной территории состоялось заседание комиссии, на которой было принято решение демонтировать плитку и обязать предпринимателя восстановить газон. Будет демонтировано более 50 квадратных метров тротуарной плитки, для того, чтобы был восстановлен газон на данной территории. Приводим город в соответствие, так как город у нас имеет красивое зеленое насаждение, поэтому в городе сегодня очень многими собственниками устанавливаются красивые клумбы, обрабатывается все, где красиво цветут цветы. Поэтому сегодня будем украшать наш город, восстанавливая данную территорию красивой зеленой зоной. Еще один объект, подлежащий демонтажу – огромный рекламный баннер напротив южного рынка. Кроме того, что собственник не следил за его состоянием, подобные конструкции уродуют лицо Анапы. К этому добавляется и вопрос безопасности пешеходов. Конструкция установлена прямо на тротуаре. При сильном ветре есть угрозообрушение. Для демонтажа понадобилось три часа работы и подъемный кран. Вес конструкции более полутора тонн. Продолжается демонтаж рекламных конструкций. Начинали мы с курортной зоны. Сейчас это третий микрорайон, это южный рынок. Рекламные конструкции, которые были демонтированы, не включатся в новую схему рекламных конструкций. Тротуарная зона останется тротуарной, будет благоустроена. Зеленая зона будет зеленой зоной. Уважаемые представители бизнеса и предприниматели города, убедительная просьба перед тем, как устанавливать рекламные конструкции на муниципальную территорию или вешать что-либо на фасад, необходимо подъехать в МБУ Центр развития и проконсультироваться. Есть определенные правила благоустройства, есть ФЗ о рекламе, его надо соблюдать. По всем вопросам размещения рекламы на улице города можно обратиться по адресу проезд космонавтов 34 с 9 до 18 часов или по телефону 394-45. Руслан Душевки, Анапа-Регион. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер, тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам, не упустить возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь, до встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48 300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент для женщин всего от 800 рублей. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным.